Здравствуйте! Сегодня мы разберем продукты, которые нельзя давать на завтрак ребенку, а также чем же надо кормить школьника для успешной учебы. Какое правильное питание поможет быть бодрым, реже болеть и лучше учиться? Завтрак. Пожалуй, один из важнейших приемов пищи. Он обеспечивает нас необходимыми питательными веществами, заряжаясь силой и позитивом на весь день. Для ребенка, которому предстоит высокая умственная нагрузка в школе или интенсивная физическая нагрузка в спортивной секции, утренний прием пищи просто незаменим. Но важно накормить сына или дочь именно полезным завтраком, ведь некоторые продукты крайне нежелательно употреблять на голодный желудок, ибо это чревато гастритом, повышением сахара в крови, усталостью и рассеянностью внимания. Полезны ли сухие завтраки? Разного рода хлопья в сахарной глазури и шоколадной шарике так любят дети. Взрослые также предпочитают кормить детей сухими завтраками, добавляя к хлопьям молоко или йогурт. Быстро и вкусно. Но полезно ли? Диетологи и педиатры с уверенностью говорят – нет. Сладости на голодный желудок вредны, так как приводят к резким скачкам сахара в крови. Когда сахар понижается, мы ощущаем голод, то есть насытиться хлопьями практически невозможно. Уже через час-полтора ваш ребенок вновь захочет есть. Прекрасной альтернативой сухим завтраком станут каши. Каша – это идеальный завтрак. Овсянка богата белками и аминокислотами. Гречка хромом помогает противостоять сахарному диабету. Ячневая каша способствует выведению токсинов из шлаков, а пшеничная содержит витамины В5 и ПП, необходимые для работы нервной системы. Сырые овощи и фрукты. В пользе этих незаменимых источников витаминов сомневаться не приходится. Но ранним утром употребление овощей и фруктов довольно спорно. Дело в том, что грубая клетчатка, содержащаяся во многих плодах, разрушает слизистую желудка. Отсюда боли, тяжесть и вздутие живота. Отказываться от яблока или персика на завтрак не стоит. Правильнее всего будет добавить кусочки фруктов в кашу или дать их ребенку после основного приема пищи. Важное правило. Грушу, цитрусовый и банан не нужно давать ребенку, у которого еще не было ни крошки во рту. В груши много клетчатки, поэтому есть ее лучше через час-два после завтрака. В апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лаймах содержится кислота, которая раздражает пустой желудок. Все это может в будущем привести к гастриту и диатезу. А как же бананы? Они ведь идеальны для завтрака, скажете вы. Не совсем. Согласно последним исследованиям, магний в больших количествах, содержащийся в бананах, нарушает кальциево-магниевый баланс в организме человека и вызывает болезни сердечно-сосудистой системы. Йогурт и другие виды кисломолочных продуктов лучше оставить на вечер, так как утром они не принесут желаемую пользу. Дело в том, что, например, в йогурте содержатся живые бактерии, которые нормализуют пищевую микрофлору и помогают перевариванию поступившей в организм пищи. Если йогурт съесть натощак, то эти бактерии быстро попадут в агрессивную кислую среду желудка и погибнут, не успев добраться до кишечника. С кефиром та же история, поэтому есть йогурт и пить кефир, простоквашу-ряженку, лучше всего за пару часов до сна. И, конечно же, отдайте предпочтение натуральным продуктам, без закустителей, консервантов и усилителей вкуса. Творожные продукты. Под это описание попадают различные сладкие творожные массы и творожные сырки. Содержание полезного творога в них незначительное. В основном там пальмовое масло, усилители вкуса и сахар. Творожный сырок можно дать ребенку в качестве десерта после основного приема пищи, но надеяться, что этот продукт заменит полноценный завтрак, не нужно. Кофе. Этот напиток подойдет далеко не каждому ребенку. Детям до 10-12 лет лучше воздержаться от употребления кофе, так как кофеин в его составе не лучшим образом влияет на неокрепшую нервную систему. Ребенок становится раздражительным, гиперовозбудимым и агрессивным. Кофе также может спровоцировать желудочные и головные боли, нарушить работу сердца и почек. Кофе натощак противопоказан не только детям, но и взрослым. От чая вреда меньше, но и в нем содержится кофеин. А это значит, что увлекаться ароматным напитком не стоит. На завтрак ребенку можно заваривать травяной или фруктовый чай и добавить в него мед и корицу. Далее по списку свежая выпечка. Горячие булочки и хлеб на голодный желудок вредят пищеварению. Свежая выпечка приводит к повышенному газообразованию, вздутию и тяжести в желудке. Не запрещайте чаду лакомиться выпечкой, просто побалуйте его свежей булочкой на полдник. Еще один излюбленный для взрослых и детей завтрак на скорую руку – это бутерброды. С сыром, с колбасой, с маслом, кажется, их можно приготовить из чего угодно. Но это не самый лучший вариант завтрака. Высокая калорийность бутербродов с ветчиной и сыром затрудняет работу кровеносной системы. С годами это приводит к наращиванию жира на стенках артерии. Таким образом, любители бутербродов рискуют заболеть атеросклерозом. В школе организовано горячее питание. Объясните ребенку, что это полезнее, чем в сухомятку съесть булку, чипсы или пиццу. После такого обеда школьник станет вялым и сонливым. И допинги с шоколадом и колой не повысят работоспособность. Если ребенок обедает дома, приучите его есть суп. Это станет хорошей пищевой привычкой для всех членов семьи. Готовьте разные супы, используя овощные, нежирные, мясные, рыбные бульоны, супы, пюре. Ужин ребенка в идеале должен состоять из овощей и молочных продуктов. Такая еда может успокоить нервную систему школьника, перегруженную в течение учебного дня. За час до сна предложите нежирный кисломолочный напиток, кефир или простоквашу. Это будет способствовать нормализации кишечной микрофлоры и повышению иммунитета. На сегодня у меня все. Будьте здоровы, питайтесь правильно. Субтитры сделал DimaTorzok